Субтитры делал DimaTorzok Все потому, что я ощутил такую нехватку сталкеров в последнее время Действительно, я прошел все метро, ну то есть две части В Дадыр заиграл первые три части, Чистое Небо, Зов Припяти, сам оригинальный И День Чернобыля, и мне действительно не хватало сталкеров в последнее время И я каким-то удивительным просто образом наткнулся на вот этот мод Сиджерос Мне понравился чем-то он, потому что он меняет абсолютно сюжет Весь, ну и еще кучу добавлений вносит в игру Поэтому давайте посмотрим, поиграем в нее Я думаю, вам понравится Да и мне, в принципе, собственно, тоже, потому что я очень-очень сильно люблю эту игру За то, что она такая атмосферная, она такая пропитана просто русским духом Сделана тем более на постсоветском пространстве Ну, спорить, конечно, никто на это, надеюсь, не будет Что это лучшая игра, которую сделали на постсоветском пространстве Именно потому, что ее сделали первее, чем, допустим, то же самое метро Которое тоже шикарное в плане исполнения и в плане атмосферы Но сталкер, я думаю, все-таки он круче, этот проект Давайте будем сталкерами Будем ассоциировать себя с сталкерами Потому что это такая оптимальная сложность для игры И все, начинаем, друзья Загрузочки здесь долговатые Так что я буду, наверное, вырезать некоторые моменты Но здесь изменено, видите, главное меню было изменено Что еще тут изменено было в начале? Музыка сама, ну, такая, знаете, блин, чуть слеза не скатилась Так, из 100 анекдотов от Сергея Катарина, видите? Так, увидев, как собака Ноя с отстервенением грызет артефакт Компас Дегтярев понял, что ему все-таки придется переться к проводнику с бутылкой в рыжей лес Ну, и давайте посмотрим вступительный ролик Потому что он здесь будет такой же, как и в Зоеве Припяти Поехали! В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС Разрушился в результате мощного теплового взрыва Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР Оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза Было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции Превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком Эксплуатация ЧАЭС возобновилась Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения Позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом На несколько мгновений наступила полная тишина И было видно, как в небе испаряются облака Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли 2007 год Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией Редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями 2009 год На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствуют от одной до трех сотен неучтенных лиц Эти люди называют себя сталкерами И занимаются в основном поиском так называемых артефактов Аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги 2010 год Несмотря на расположенные по периметру кордоны Сталкерство приобретает все больший размах Но исследованы только окраины зоны Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов Мощного излучателя, способного разрушить разум человека И отключил его После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны Одни искали легендарный клондайк артефактов Другие не менее легендарный исполнитель желаний В изменившихся условиях Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины Принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер» Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей Десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧАЭС Несмотря на тщательную подготовку Операция завершилась провалом Ни одна из машин на базу не вернулась Для выяснения причин провала операции В зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев В прошлом опытный сталкер С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром Он начинает свой путь вглубь зоны Итак, что мы видим? Сразу дождь пошел Новое задание, кордон, найти командующего блокпостом Друзья, сейчас мы только что видели интро к оригинальному зооприпяти, конечно же Где мы появились? Так, стойте Такие деревья я видел на кордоне Давайте посмотрим карту, если она здесь есть Она здесь есть Друзья, я не ошибся Да, мы на кордоне Блин, круто Крутяк, кордон, найти командующего блокпостом В СБУ было поручено найти медведя Короче, все здесь новое, по-моему И этот парень что? Кто такой? Свой Вольный сталкер Как было сказано, сюжет полностью другой Я появился в другом месте, нежели появился бы в Зове Припяти Ну что ж, пойдем исследовать территорию Двигаем Так, парень Я люблю бегать, так что Если нужно что, спрашиваю у главного Окей, а где у вас главный здесь находится? Блин, так круто вернуться в этот мир Отмечена новая территория на карте Южный блокпост Ага Так, ну на мини-карте, смотрите, да? Видите? Точка показана здесь Ага, вот они как отмечаются, да? Южный блокпост Впрочем, как и в предыдущих версиях, да? Так, ну что у нас здесь есть? Смотрите, рыжий лес Припять здоровая Та, здоровая Припять Из Зова Припяти Кордон, ну где мы сейчас находимся? Ага, болото даже Из чистого неба, вау Окрестности Юпитера Темная долина Господи, Затонда Все здесь есть Агропром Военные Даже военные склады А это уже из Привет от Тени Чернобыля, да? Да Где старший парень? Блин, я не вижу его А, подождите Звездочка Давайте к звездочке Пойдем Ух ты Ух ты Вау Насчет графических Слушай, все вопросы К главному Да вы че, вообще здесь что ли Не мы все Не можете ничего сказать Вольные сталкеры вроде Не военные А может и военные Хрен их знает, да? А насчет графических составляющих У меня все на максимуме стоит То есть Сталкер вроде должен вывести Ну то есть Мой компьютер должен вывести Этот проект Ой, какой проект Ладно Приветствую вас, майор Мне доложили о вашем прибытии Я в курсе ваших дел Сам некогда был агентом СБУ Потому что Необычайно рад вас Коллега Потому Необычайно Видеть здесь с нами Блин Вольными сталкерами Извиняюсь Так, спасибо Мне очень приятно Перейдем к делу Вы военных на кордоне не видели? Сам не видел Но кое-кто из моих бойцов Несколько дней тому назад Видел сам точно Знаю точно Этот боец сейчас отправился на разведку Вернуться должен через два дня Как придет Дай бог живой Расспросим его об этом С этим ясно Кого положение я делал на кордоне Так, я майор Поэтому я наверное могу к нему обращаться Как Интересно В каком он звании Надо посмотреть будет сейчас Так Дела наши неказисты Кругом на подступах бандиты Селятся вытурить нас с кордона Этот блокпост Наш последний плод Даже так Ничего себе вы ребята Попали Ну я сейчас пришел Я сейчас раскидаю всех тут Чтобы не было потом обидно Важно сейчас же Оттеснить бандитов с кордона Так, ну с этим помогу Где можно разжиться патронами Так Вот и славно Амуниция здесь На нашем блокпосту Блокпосту Или блокпосте Ну ладно Неважно Запасайтесь на здоровье Как будете готовы К операции Возвращайтесь ко мне Обсудим детали Новое задание у нас Друзья Подполнить боезапас Привет брат Привет брат Так Ты открываешься Ты не открываешься Ну графическая составляющая Я не знаю Мне пока кажется Что это Обычный зов Припяти Только На карте Тени Чернобыля Посмотрим Что у нас тут Тут есть Слушайте да Песенка то Блин Крутая вещь Так Обыскать ящик Ага Отлично Ну Берем По необходимости Конечно Хотя у нас автомат А вот это что за вещь Спальный мешок Ага Мы даже можем спать Ну в походе Если вдруг До базы не добежали Да Так Это глушитель Да Калибра 9.18 То есть он К моему пистолету Обязательно подойдет Хорошо Так Ну дробовика Патроны мы не будем Наверное брать Оставим здесь Что ж Мы подготовились Все Взяли Давайте сразу К делу перейдем Потому что Мне не терпится Просто в бой рвануть Так парень Извини Я проискочу здесь Ну привет Так А ты кто у нас Ты у нас Торговец Да Ты у нас Барыга Давай Что у тебя Можно приобрести Ага Так Ну мы видим Наш начальный баланс 2500 Это хорошо Но и тут Какие то Ой какие дорогие вещи 1500 рублей Нож В принципе Наверное в реальной жизни Он столько бы и стоил А в принципе Нам давайте Пока Не будем покупать ничего Я сказал уже Два или три раза Слово в принципе Что ж майор Время начинать Вы готовы к операции Будет жарко Да Всегда готов Ну тогда Можете выдвигаться Мои ребята Займутся тем же В конце Когда абадита Будет разбит И займитесь Поиском тел Наших разведчиков Мне интересно знать Что осталось С моим хорошим Другом Тамерланом Майор Прошу вас Найдите его тело Это очень важно Так точно Найду Ну мы не очень Так Мы точнее Скромно Отвечаем Скромно Майору Так Кому майору Блин Как его Какое его звание А вообще Я не посмотрел Медведев 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 Какой Медведев Нафиг Почему Медведев Слушайте Ну удивительно Я рад Что я возвращаюсь В этот мир Я рад Что играю Сейчас Ух ты Кто такие Откуда будете Ребята явно Наши Вольные Сталкеры Так А ты Да тут Как бы Какой лагерь Ты уже За пределами Лагеря Парень Так Куда нам идти Я что-то Мельком увидел Что Вот Сюда Оказать Содействие Сталкерам В захвате Деревни Наверное Вот это И есть Ребята Ух ты Уже Стрельба Там Слышна Слышите Нет Ну конечно Вай 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 Как громко Ой Так я Вот так я уже здесь Ну все Погнали Ах ты Ух ты Нифига себе Меня Как покоцало Так Подождите Я Немножко Ф2 Ф3 Ф4 Ф2 Это бинты Так Они тут Так же действуют Твою мать Вау 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 Как тут Как тут Вот это да Меня вынесли Просто в 3.15 Эх А еще хотел Сложность поставить Забыл сказать Надевайте наушники Потому что будет Очень атмосферно Очень круто И очень по сталкеровски Так Я Понял что я не сохранился И мне пришлось Вырезать Ту часть Начальную Где я бегал К медведеву Спрашивал про патроны Забирал патроны Вот мы бежим Со своей бригадой Раз Два Три Ну и я Плюс Бежим И сейчас будем Нашпиговывать Этих бандитов Знаете Я в прошлый раз Просто потерял Ориентир Добежал Вот до той горки Забыл Что там Поворот Такой На Лево Вау 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 Я не кудышный Сталкер Извините меня Пожалуйста Просто вот Извините Я Давно не играл В эту игру И Сейчас буду Снова Осваиваться Снова Привыкать Мне нужно Очень много Вспомнить Что же Слово забыл Началось Началось Отлично Вот это Парни Крутые Вынесли Уже Отлично Вы заработали Хэдшот Вау А вот этой Надписи Сверху Не было Опять Гранаты Да они Любят Гранатами Забрасывать Я смотрю Слушайте Кардинально Наверное Поменяли Искусственный Интеллект В игре Сталкеры Уже Бандиты Выглядят Не такими Беспомощными Какими Они Казались Раньше Ну конечно Аномалии Кругом Вот надо Очень Очень Бдительно Следить За этим Фактором Потому что Слушайте А че я то Туплю У меня Тоже Гранаты Есть Смотрите А они А они Просто Ходят Вы че Упороты Что ли Получайте Так Еще Одну Вам Кушай Лимончик Сволочь Получайте Юху Ха Ха Вы мне Вау 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 Ранг Повышен Я не пойму Какой Ранг Повышен Там Граната Ф2 Бинт Используем Обязательно Эх Черт Уж Это Заложило Так Эй Ребята Это вы Вы Наша 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 Там Так Вой 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 Если Найдут Просто Сразу Зафигачат На Парень Воспользуемся Такими Знаете Тупниками Искусственного Интеллекта Он Иногда Все таки Подтупливает Сталкеры Ну не был бы Это Сталкер Если бы Так Отлично Хедшот Заработали Так Используем Аптечку Смотрите Когда он Использует Аптечку Он Нанемного Убирает Оружие На Непродолжительное Время Блин Пули Свистят Просто Туда Сюда Вау Тихо Тихо Хедшот Хедшот Вау 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 Как опасно Это было Что за Хрень Давай Давай Перебегай Сюда Парень Стреляй Где они Вот они Блин Так оружие Смещается При переходе Вообще Неудобно Так И причем Она Так Это наш Хорошо Не будем Пока Отвлекаться На Сбор Лута И всего Прочего Просто Будем Зачищать Деревню Потому что Так Элли у нас Фонарик Помню еще Слушайте Так А ты жив Еще А ты уже Не жив Так Дом чист Сектор Клэр Чисто Поехали Дальше Где еще Сволочи Они меня Наверное Заметят С фонариком Так А Надо Надо его Вырубить Пойдем Так А здесь Вроде чисто А вон он Сволочь Да ну Ты шутишь Что ли Я в тебя Обойму Высадил Тварец Вот я Какой раз Уже убеждаюсь Что в сталкере Лучше Стрелять Вау 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 Стрелять От пояса Так Решительные Меры Догнать Отступающих Ого Как вы Оказались Бандюганов Что все Что ли Да Ну вы Шутите Так Отлично Хэдшот Красава Красава Так Ну еще Там кто то Есть Видимо Как я Сказал Лут Лут Позже Позже Так Электрическая Аномалия Ой Надо быть Стоп Вон там Он Он там Да Это он Он нас не видит Но это зря Это ему обойдется Цену Жизни Все Так Найти Тело Тамерлана Так Ну Пожалуй Самое вкусное Друзья Лут Лут Который Которого Здесь У них Просто Вау Просто Дофига Кровь Камня Химзащита И первый Наш Артефакт Поздравляю Как опасно Тут Блин Везде Аномалии Кругом Я всегда Делал Знаете Как Брал Автомат Разрежал Его И выбрасывал Если он Лучше Был Моего Я его Забирал Конечно Так Водочка Водочка Это хорошо Сейчас отметим Это дело Так На миникарте Вот они Трупы Вот я Все их Всех Покоцал Странное Дело Я заметил Один То ли баг То ли что Если автомат Лежит рядом С бандюганом Убитым Причем Мертвым Уже Так Это наши Наши А то есть С мертвым И вы подходите И копаетесь В нем То после Того Как вы Выйдете Из Интерфейса Автомат 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 К вам В рюкзак Наберется И так Примерно Если Вот Опять Пистолет Я его Не брал Я его Не брал Он сам Ко мне Попал В инвентарь И так Примерно Я Делал Сколько раз Ну не помню Короче Получалось так Что Весь рюкзак У меня Забивался Этими автоматами Я потом смотрю И думаю Какого хрена Вообще Тут делают Эти автоматы Я их Не брал Они Понабились Мне В рюкзак Ну в общем Такие дела Я думаю Вы заметили Уже Наверное Такую тенденцию Ну кто играл В сталкер Долго И Уже Освоился В этой игре Тот знает Все приколюхи Фишки Ну кто не знает Не беда Я если что Постараюсь Объяснить Так Давайте посмотрим На задание Решительные меры Найти тело Тамерлана О господи А где мы его найдем На карте На этой не видно А если судить Если руководствоваться Точнее законами логики Он должен быть Где-то в деревне Здесь Нам предлагают Обшарить все дома Что ли Да ну вы гоните Я не хочу Обшаривать все дома Так Какой Вау Темп огня лучше Слушайте А этот магазин Этот пистолет Лучше Чем наш Давайте его поставим А этот Разрядить И А выбросить Его нельзя Стоп 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 А нет Можно Ну ладно Не будем Что за пукалка Это Это ребята Не пистолет Ух ты Подвал какой-то Так Ну я не хочу туда Идти Что я не знаю Так Дома В них по-моему Ничего нет Ааа Стойте 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 Знаете Помните Где Петрович Сидел Давайте Там Посмотрим А Так Патроны для Дробовика Мне не нужны Я не пользуюсь Дробовиками Пока что Флешечка О Ее можно Использовать Хабар Буловы О Отлично Хабар Сходим Обязательно Сходим Позже Чуть позже Ну давайте Сейчас посмотрим Я хочу просто Так А ты кто Если нужно что Спрашивай у главного Какой-то ты страшный парень Или у тебя костюм такой Так О Неужели он здесь Решительные меры Найти взрывчатку Так Ну Если честно Я немножечко Слукавил Вот вообще Совсем Совсем Капелюшку Долго Я здесь Подсмотрел У Своего брата Который тоже Попутно проходит Эту игру Где же Находится Этот тайничок Потому что Эта игра Предлагает Немножко Задания Такие Которые Трудновато Выполнить Вот он Этот тайник Вот Со взрывчаткой Ну Вы только что Видели Что его Здесь не было Так Ага Отлично Я застрял Нет Я не застрял Отлично Мы нашли взрывчатку Движемся вперед Вперед Друзья Вперед Так Попутно мы нашли Автомат Который Который Значительно Лучше Нашего Но По удобности Конечно Уступает Но Но вот этот Автомат Я обожаю Это Конечно же Наш Любимый АК АКМ 74 Этот автомат Проявил Себя Очень надежно В моих руках И если мы Найдем техника То То мы будем его чинить И я буду с ним Почти всю игру Гулять Он мне очень нравится Так Тем временем Пока мы болтали Нужно детонировать заряд Как это сделать Да это сделать Легко Именно вот этим Вот этим пультом Так Я Наверное уйду На достаточно близ Далекое расстояние От От нашего Вау Мм Все Тут такие сейчас Эффекты взрыва были Офигительные Так Ну что Ты Тамерлан Ты тот Бедняга Да Да Тамерлан Вольный Сталкер Ну на нем Была одна Флешка Только Итак Таким образом Мы нашли Тело Тамерлана Что у нас Здесь еще есть У нас Флешечка Была здесь Шкафчики Пустые Надо будет сообщить Медведеву Что его Разведчик погиб Я уже запомнил Имя Слушайте Точнее фамилию Ну с учетом Того кто у нас Премьер министр Это сделать было Не так уж и сложно Ну а что Давайте наверное Эту серию Завершим Пилотную По сталкеру Сиджерос мод Меня приятно Удивил Мы вернулись В старое место В старые места Знакомые нам По Теням Чернобыля Да и не только По чистому небу Тоже В Зои Припяти Этого не было Но Тут смотрите Просто Огромнейшая карта Вай 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 Стой Тут что то происходит По моему сейчас Да 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 Взрыв двери В подвале Привлек Мутантов Нужно отразить Их нашествие Ну давайте Это сделаем В следующей серии С вами был Влад Надеюсь вам понравился Сталкер До скорых встреч Всего доброго Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok